Парам-пам-пам. Куча людей присоединяется. Я сейчас покажу себя. Меня зовут Тимур Тажетдинов, для тех, кто не знает. И это юбилейный каст. Сегодня случилось то, что давно хотел. Первые тысячи подписчиков на перископе. И сегодня как раз этому будет посвящена сегодняшняя встреча тому, как вы сможете раскрутиться на перископе. Я поделюсь 10 фишками, которые, на мой взгляд, сильно-сильно помогли мне продвинуться в этой социальной сети. Ну а прежде я хочу сказать всем еще раз огромное спасибо за то, что вы подписались на меня, за то, что вы смотрите. Действительно очень круто, очень приятно. И вот две недели назад я лежал вот на этом гамаке. Я вот так лежал на этом гамаке. Просто так случайно присоединился к одному касту. Вот. Тут у меня слева была мама. И я такой думаю, а я люблю сразу действовать. То есть если вижу какую-то штуку, то я сразу пытаюсь ее применить. То есть я смотрю, ага, вижу Артема, вижу Антона, что они уже пользуются этой соцсетью. Я сразу начинаю свой эфир. И каково было мое удивление, когда сразу на него приходят люди. И я такой, блин, Перископ, это круто. Привет, Дима. Дима Соловьев очень крутейший. Касты, кстати, ведет. Давайте я расскажу, кого я слушаю. Сначала я слушаю Алексея Валяева. Иногда слушаю Алену Старовойту. Слушаю Диму Соловьева. Слушаю Артема Нестеренко. Слушаю Антона Агафонова. Вот сегодня Пашу Багрянцева послушал. Правда, не целиком. Вот. Ну и так всех по чуть-чуть. Тоже меня спрашивали этот вопрос, кого я слушаю на Перископе, чьи касты я постараюсь. Ну, тоже регулярно не получается всех, но все-таки вот кого-то это. Пишут, что я самый крутой. Ну, спасибо. Я думаю, о вкусах не спорят. Я думаю, что здесь есть авторы, которые другим нравится больше и это просто в каждую свои предпочтения. Do I speak English? No, I don't. Да, живу в Америке уже девять лет ровно. Как вы думаете? Наверное, я не говорю по-английски. Ну, я думаю, присоединяются просто американцы, потому что иногда я оставляю location и просто те, кто живут также неподалеку, присоединяются. Давайте поговорим сегодня о фишках Перископа. У меня 22 процента зарядки. Это будет меня мотивировать быстро всю информацию вам изложить. Вот. Потому что Перископ быстро очень сажает батарейку. Зараза. Первая штука, которую я хотел с вами поделиться. Первая фишка. Используйте оборудование, если есть возможность. У меня сейчас в руках есть селфи-стик. Вот так он выглядит. И они разные бывают. Там с Wi-Fi, без Wi-Fi. Вот этот с Wi-Fi. Но вообще не важно какой. То есть, вот так вот туда присоединяйте Перископ и так далее. Недавно Антон Агафонов поднимал тему, как лучше сделать, чтобы вещать с компьютера. У меня есть еще так называемый GorillaPod. Я сейчас не буду подниматься домой, ну, чтобы вам показывать. Я его с собой не взял. GorillaPod это такая штука, ну, мягкая, мягкий такой штатив, который можно присобачить к дереву, к чему угодно. Вот именно с помощью этого штатива. Я взял верхушку от этого селфи-стик, она откручивается. И присобачил ее к GorillaPod для фотоаппаратов. Вот. И так я поставил камеру рядом с компьютером, когда вещал свой вебинар. Ну, и третье то, что я советую вам обязательно, это наушники. Если у вас есть профессиональные наушники, мне нравится очень Rode Smart LAV. R-O-D-E Smart LAV. Это профессиональный микрофон для айфона. Вот. И если нет, то вот такой вот вариант есть. Это вот просто обычные плоские наушники можете использовать. Это первая фишка была. Да. RodeSmart.LAV. Следующая фишка, которую я хотел с вами поделиться, то, что мне помогло набрать фолловеров. Недавно ее открыл. Это поделиться эфиром с друзьями. То есть, вы просите ваших подписчиков поделиться эфиром с друзьями. То есть, вы рассказываете, что прямо сейчас возьмите и проведите слева направо, и вы увидите там кнопочку share with your followers. И я впервые вот, когда это было? Вчера, по-моему, попробовал, да. И оно очень хорошо сработало. Дальше. Сейчас поделитесь прямо вот, чтобы попробовать эту всю штуку. Дальше, что еще я хотел сказать, что мне помогло, помимо этого, поделитесь тем, что Перископ, тем, что вы в Перископе, с вашими друзьями в других социальных сетях. То есть, что конкретно я сделал? В тот же день, когда я узнал о Перископе, я запостил в Инстаграм. Причем потом, ну, писали Дима Соловьев, писал Алексей Валяй, что вот именно благодаря моему посту присоединились. Ну, очень прикольно. И вот мне чисто приятно, что вот именно вот одним из первых было это рассказать. Я знаю, что все равно бы вся тусовка все равно туда перетянулась. И смотрите, когда вы делитесь в соцсетях, не должно быть такого, что вы скрываете там, пытаетесь там спрятать своих подписчиков, что вот их другие будут фоловить. Я знаю, что всех моих фолловеров вся инфотусовка фоловит. Ну, все равно, ну, вы не потеряете людей, они все равно будете вас слушать. Вы все равно для них авторитет, поэтому не надо там бояться чего-то и так далее. И, ну, может быть, там процентов 20 подпишется на других. Ну и ладно. Я просто замечаю сейчас, когда я привожу людей в Перископ, я снял также видео на Ютуб, еще пишу ВКонтакте, в Фейсбуке именно о Перископе. Вот пишут «Have a nice day, cutie». Вот, видите, американки присоединяются. То я сразу вижу, как только человек присоединяется, он фоллует только меня, его фоллует уже 22 человека. Причем это за день. И я прям вижу там, ага, этот, 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 этот. Понятно, кто моих фолловер фолловит. Ну, я в этом ничего такого не вижу. Это, кстати, еще одна техника, которая у нас уже по счету четвертая. Называется масс-фолловинг. То есть, когда вы берете фолловеров, человека, который потенциально в вашей нише и активно их фоловите. То есть, например, я начал с того, что я начал фоловить фолловеров Антона и Артема, вот, которых я первый увидел. На самом деле, я только, ну, нескольких человек фолловил фолловеров, вот. Ну и последнюю вот ночь, когда вот у нас небольшая гонка была, я уже там всех подряд начал. Даже нашел популярных ютуберов русскоязычных здесь на перископе и стал их подписчиков фолловить. Вот. Стратегия масс-фолловинга очень также сильно вам будет помогать. Следующее. Я считаю, одним из факторов, который даст вам успех на перископе – это регулярность ваших кастов. То есть, я с самого начала определил для себя, что я буду вещать один раз в день, и я определил время 20.00. А, блин, 10% зарядки. Короче, если я не успею все это рассказать, то я проведу еще один эфир, когда подзаряжу телефон. Вот. И я с самого начала решил, что каждый день в 20.00 я буду выходить. И вот эта фишка во всех соцсетях работает, и на ютуб, что я сейчас сам нарушаю, правда, сильно. Вот на ютуб, чем чаще вы начинаете видео регулярнее, чем начинаете, тем больше вы будете продвигаться на ютубе. Вот. Какой-то странный парень что-то тут кричит. Сейчас его заблокирую. Вот. Все. У меня, да, айфон. Следующее. Я считаю, что очень хорошо, когда вы спрашиваете вашу аудиторию, на какую тему проводить следующий каст. То есть, всегда темы, на которые я вещаю, я спрашиваю аудитории. Всегда это было, я предлагал какие-то, либо вот спрашивал, говорю, вот я на такие-то темы могу повещать. Там, личные эффективности, соцсети, бизнес, давайте выберем какую-нибудь. И мы выбирали, и после этого я уже проводил. Дальше. В начале, на перископе, когда вы только начинаете свои касты, напишите какой-то символ в названии вашего каста. Я не всегда это использую, но я это услышал от Антона. Он этой фишкой со мной поделился, что вот может какой-нибудь смайлик поставить, и тоже самое смайлик в вашем логине. Оно будет сильно вас отличать от остальных. И ваши трансляции, и ваш никнейм. Следующее. Так, я тут себе конспектик набросал на самом деле. В начале создавайте вовлечение. То есть, когда люди к вам присоединяются, вот это еще из вебинаров, те люди, которые ведут вебинары, они это хорошо понимают. Здоровайтесь со всеми, потом пишите, напишите там плюсики, кто, откуда и так далее. Почему это хорошо работает? Потому что, главное, вот, людям на самом деле не так важны вы, сколько важны они сами. Поэтому люди любят, когда все внимание вокруг них. И даже на своих живых мероприятиях я часто даю слово аудитории. То есть, я вначале знакомлюсь со всеми. То есть, даю им, спрашиваю, какие темы интересны и так далее. И то же самое, благодаря тому, что вы даете людям поговорить. Вы спрашиваете, из какого они города. Вы потом называете это вслух. Вы тем самым очень сильно подстраиваетесь к вашей аудитории. То есть, вначале делаете вот этот разогрев. Ну, сегодня не делал, потому что я немножко так сумбурно и так далее. Людей нужно обучать лайкать, потому что лайки – это наша штука именно к типу рейтинга. То есть, я вот обычно показываю лайкать вот так. Спрашиваю темы, так, 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 так. Все, десять фишек я рассказал. Есть еще одна последняя фишка. Что дают лайки? Да ничего, просто рейтинг там. У меня сто тысяч, а у меня сто двадцать, а у меня сто тридцать и так далее. И последняя фишка, которую обязательно используйте. С самого начала зарегайтесь на сайте catch.me. Причем пишется через k. kath.me Чтобы ваши касты сохранились. В настройках перископа вы можете сделать так, чтобы ваши эфиры сохранялись вам на телефон. Но если вы такой, как я, у которого всегда разряжен телефон, то если телефон разрядится раньше, чем вы закончите эфир, то этот каст не сохранится. А на сайте catch.me все ваши эфиры будут сохраняться. Поэтому я недавно на эту тему специально выступал. Кто-то говорит, я Тимура перескал про catch.me. Кто-то в прямом эфире мне сказал про catch.me. Да, это было, я не помню, дня четыре назад, наверное. А потом я увидел у Алексея Валяева, он про это рассказывал. И он сослался на Алену Старовойтову. Что она это? Поэтому весь кредит Алене давайте отдадим. По-моему, она ввела эту штуку. Да. Так что так. Вот. Вы можете еще подзадавать вопросы. Сейчас скажу, сколько осталось времени. 4% у меня зарядки. Как обычно у Тимура вот-вот закончится зарядка. Да, все пишут, Алена была первая. Друзья, давайте я еще раз подрезюмирую все фишки. Прямо сейчас вам их зачитаю по конспекту. Используем специальное оборудование, микрофоны, штативы и так далее. Микрофоны очень помогают в ветреных местах. Делимся эфирами с друзьями Перископа. Делимся Перископом как социальной сетью в Фейсбуке, Вконтакте, в Инстаграме и на Ютубе. Я везде поделился. Значок в названии кастов и значок в названии вашего имени будет отличать вас сильно. У меня сердечко. Масс фолловинг – это когда вы фоловите людей, ваших примерных людей, конкурентов, партнеров и так далее. Регулярность очень важна. То есть поставьте себе цель, допустим, один раз в день или один раз в два дня и так далее. Научите людей правильно лайкать, как это делается. Создавайте вовлечение в начале. То есть спрашивайте людей, откуда они. Поставьте лайки, поставьте плюсики и так далее. Люди любят пообщаться. Это социальная сеть. Помните, это основное правило. Часто говорите о людях. И давайте людям ту ценность, которую они от вас хотят. То есть спрашивайте тему, которая интересна будет людям. И вещайте именно на те темы, которые не как вам кажется интересны, а которые будут максимально полезны вашим слушателям. И обязательно перед первым эфиром еще зарегайтесь на сайте catch.me через K, чтобы ваши все эфиры не пропали. Вот. Потому что у меня там первые двадцать эфиров. Ну, часть из них есть, штук восемнадцать. А два не сохранилось. Вот как-то так. Успей сказать пока. Хорошо, говорю пока. Вот. Но пока еще. Да я дождусь пока отключиться. Чего уж. Дима спрашивал, пробовал ли я набирать через твиттер. Нет, Дим. Несмотря на то, что у меня много подписчиков в твиттере. По-моему, там тысяч под двадцать или двадцать одна. Я не пробовал. Даже, ну, не представляю, как это делать там. То это. Вот, говорят, придут инфозубры и перетащат подписчиков. Ребят, да не парьтесь. Вот честно. Я приглашаю везде искренне, там, на ютубе, вконтакте, в инстаграме. И люди приходят, потом еще вам благодарны. Ну, не перетянут, не бойтесь вы. Что же вы себя так недооцените. Ваши подписчики, они все равно останутся вашими. А то, что они будут еще кого-то слушать, да пожалуйста. Что вам жалко, что ли? В самом-то деле. Я вам наоборот всех пиарю. Ну, кто вот действительно мне интересен, я постоянно называю в эфире. Сегодня даже с этого начал. И люди будут благодарны, если вы им дадите какие-то контакты, расскажете что-то новое. Люди благодарны за то, что я им показываю перископ, за то, что я говорю кого послушать и так далее. Это же здорово. Вот. Я сейчас живу в пригородах Чикаго. А вообще я из города Астрахани. Ну, я там жил десять лет назад. Девять. Если они тупо с масс-фолловинга, смотрите, когда они приходят с масс-фолловинга, вы даете им ценности, и они становятся вашими. Кетч ми, я зарегался с телефона. Когда ваше сообщение резонирует с людьми, то потом они также подсаживаются на вас. А вот тупо просто, когда на вас подписываются, вот некоторые там просто тупо фоллоют моих фолловеров. И при этом у самих ноль эфиров, ну, что вам это дает? Хвастаться, что у вас сто фолловеров? Ну, ладно. Ну, по-моему, гораздо важнее давать людям ценности. Астрахань тоже тема. Как раскрутить инстаграм? Об этом был каст, но я его как-нибудь найду и выложу. Комары астраханские больше, чем чикагские. Более кусачие, я бы сказал. Так, 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 так. Все, наверное, один процент. Я с вами прощаюсь. Друзья, огромное вам спасибо. С вами был Тимур Тажетдинов и до встречи завтра в 20.00. Завтра поговорим, наверное, о триггерах.